Вот меня год не было, я смотрю сейчас на деревья, подросли. Вот и они так растут, растут тихонько, а уже очень много лет. И что бы ни происходило, как-то здесь особо ничего не меняется, потому что, видимо, хорошие хозяева, которые все поддерживают в надлежащем виде. Зашел в Пушкинский музей и увидел, это года три назад было, увидел фотоработы, посвященные Гетченко. И я в этом человеке вот уже что-то узнал из фотографий, и как будто бы побывал, но еще сюда не приезжал. В прошлом году прекрасно нас здесь встречали, кормили пирожками, и водили, и все рассказывали, и на лодке катали, и потрясающая, конечно, атмосфера этого места. И хочется, конечно, приехать всегда на подольше. И ты об этом вспоминаешь, когда ты уже здесь находишься, и хочется остаться. Но все уже так запланировано, что все как-то в беговне проходит в нашей жизни. А у меня будет вопрос к Венемину Борисовичу. Венемин Борисович, вы в Пушкинский город впервые? Да. Да? Что-то удалось уже вам посмотреть? Потому что вот Олег, Марина, Дайфедорович, они приехали только сегодня, и еще пока не очень. А я очень. Я тут блиц разговор. Я же без микрофона говорю, и я буду вам так говорить. Микрофон один на всех. И то, что я увидел, то, что я давно должен был приехать сюда, это было связано с моими добрыми отношениями с изумительным художником Соколовым Алексеем, который жил здесь и дружил с Гейченко. И от Гейченко через Севу Абдуллову получал какие-то приветы и знаки. Для всех, для нас. Мы даже были вместе с Гастрою из Питера, приехали сюда, и с Высоцким, и с Золотухином, и с Демидовым. Сейчас как бывало, но этого не случилось. Случилось сейчас. За это я благодарю Митяеву. Теперь перескакиваю страницу и цитирую Первый канал. Еще когда мы ехали сюда, уже заявляли о своей охоте поговорить со мной по поводу того, что я увижу. Потому что, наверное, мое лицо было знакомо этому каналу, по кинофильму «Три мушкетера и один боярский». Я из любви к боярскому готов был вынести даже их внимание к Пушкину. Но почему-то не хотелось. Митяев сделал все возможное, чтобы это узнал как можно больше людей. Это же просветительская акция. А где эти люди проживают? Возле ящиков. Как Высоцкий говорим, ящиков для идиотов. Значит, для наших любимых телевизионных экранов. И ни один из людей, которые раздельно и, как сказать, умственно, полноценно откликались, ни один из них не сказал «да». А все сказали «нет». То есть неформат. Пушкин – неформат. Это может быть заголовок в какой-нибудь желто-красной прессе или какой-нибудь еще. А почему же? А все неформат. Нормальный пресс. А нам, когда мы на Таганке лет 37 тому назад готовили спектакль «Товарищ Верь», ставший одним из самых известных спектаклей Юлии Любимова, уже было ясно, что с Пушкиным далеко не все в порядке. Его знают специалисты, его знают настоящие истинные любители русской словесности, каковых становится все меньше и меньше. И эти провалы в той единственной драгоценности, которую мы владеем в русской словесности, в русском языке, эти провалы отражаются, конечно, и на настоящем высоком искусстве слова. Пушкин – наше все. Ну и что? Ну и все. И больше к этому не возвращаться. Сказали – и все. А Путин – наше все-таки.